приветствую всех кто будет смотреть видео в этом видео буду делать ножны для этого ножа сначала облепил пищевой пленкой сам нож взял гофрированный картон две половинки замочил облепил полностью так чтобы до середины ножа хватило и еще оставалось примерно около 10 12 миллиметров по бокам вот этой середины вот так по всей по всему перимет потом картон разделил на две части отложил нож выбрал те участки которые мне нравятся затем ножницами просто вырежу и положу кожу замачиваться воде замачивать воде буду теплый такой чтобы градуса 40 50 до тех пор буду замачивать пока теплая останется вода это не знаю минут пять-десять вытащу кстати говоря хорошая толщина три с чем-то я уже из нее видите делал небольшие ножны нужно сказать маленькие даже для небольшого шейника кожа видеть себя хорошо очень понравилось не дешевая кстати говоря вот такой лист я не знаю сколько стоит но уже подорожала но мне нравится не линяет вырезал две половинки теперь замачивать буду горячая вода довольно таки ну где-то 50 точно есть 50 чем-то так подготовил до этого из рога лося вот такие инструменты это для шва когда мы будем прорезать шов будем заглаживать его после сверления это чтобы выравнивать по плоскости каких-то уголках вот еще какие-то трудно доступных местах и швы затирать точнее края так будем еще проверять мять аккуратно замачивать смотреть вот так формируются ножны края загибаются один придерживает другой наматывает скотч доходим до этого места где у нас больстер переворачиваем вот здесь наматываем скотч но здесь края уже не загибаем здесь чтобы потом сформировалась ну вот такой выступ сформировался до этого потом разминаем пальцами и вот края тоже пальцами только скотч здесь замотать невозможно вот так будем мочить чуть-чуть кожу если надо если нормально замоченная то просто пальцами до тех пор пока форма не примет нужную нам чтобы сформировать и закрепить это спускает просто вот этот кусочек рока прикрепил замотал скотчем сохнет у меня по полчаса примерно тут снял часть поставил вторую сейчас тоже полчаса пройдет и сниму ее она чуть потом расходится эта форма но вот это самая главная форма остается остальное потом когда буду клеить поджимать буду прищепками и посмотрите форма примет свою изначальную форму который нам нужно было пока сохнут ножны сделал вот такие подвесы получается вот так то что я замачивал вот они отмокли так из низибера буду делать вот такую часть который соединит тот кусочек который будет пришить к нужным и свободным подвесом который будет качаться толстого металла нет поэтому решил сделать из двух кусков спаять вместе обточить торцы ну и будет один кусочек просто будет виден шов ну это декоративно тоже неплохо делаю матовость что особо не будет выделяться а это полирну поверхности здесь еще торцы надо будет конечно это все шлифовать сначала взять надо металлическую часть под нее шлифовать кожу только потом сшивать как видите как бы я не старался здесь картонку ставил все но все равно следы остались жаль конечно что так надо будет обратно отмачивать обратно под что-то ровное под какие-то деревяшки ставить чтобы это все удалить но это все сделаю после металлической части как видите просвертил отверстия буду их расширять делать овальное такое окошко после этого буду паять обе спаяю вместе это делается специально чтобы ушло меньше припоя ну в мусор и быстрее нагревалась после пайки сейчас на гриндере обработаю уже начал и будет не ровно паять обработаю обработаю пробку пробка пробка Вроде как получилось. Все ровненько, но еще наждачную бумагу буду убирать с внутренней стороны, где я не обтачивал, а сейчас вот буду пришивать, точнее проклеивать буду, ну еще надо будет здесь снять кожу, это буду делать алмазной шарошкой, потом приклеивать, чуть намочу вот в этом месте, чтобы легла вот эта петля, и чтобы вот здесь у нас тиснение, здесь не видно, наверное, будет. То, что у нас было, вот немножко осталось, одна линия, две линии, чтобы это ушло. Так, половинки высохли, не вернули свою форму, что радует. Ну, не особо так прямо они выпуклые, но достаточно хватает, я думаю. Надо еще проверить, зажать везде и проверить, как выходит клинок. Если не выходит клинок, то придется все-таки проставку делать. Если клинок выходит достаточно хорошо, тогда нет. Ну, первое, что я сделаю, это клеить буду. Надо еще поинтересоваться, нужен мой логотип или нет. Вот в этом месте хорошо смотрелось бы. И пришивать к задней части ножен эту петлю. Есть на коже незначительные неровности, вот, например, вот здесь вот, немножко. Эти неровности убираю уже бормашинкой. Наждачная бумага, которая уже стертая, практически лысая, но она убирает хорошо кожу. Сейчас посмотрим, как это получается. Звучит музыка. Звучит музыка. Вот здесь будем клеить. Обычно этот хлястик прячут внутри, но я вот снаружи оставляю, чтобы связать с нижним вместе, чтобы они одинаковые были. Интересно будет смотреться. Так, теперь делаем вот такую выборку. Ой, выборку говорю. Обводку, чтобы сделать вот здесь вот выборку. Вот здесь вот. Для того, чтобы лучше клеилось. Такие две поверхности лучше клеятся, чем на такую ровную. Оставляем примерно вот припуск около миллиметра вокруг. Остальное все убираем. Убрать можно той же наждачной бумагой. Теперь надеваем вот так. Используя вот такой клей, не реклама, просто чтобы не спрашивали. Обувной клей предназначен для склеивания всех обувных материалов, кроме полиуретана. Резина, резиноподобных материалов, кожи, ткани, обувные пластики, металла, дерева, картон, в любых сочетаниях. Применять через 30 минут, ну нанести через 30 минут. Это просто после высохания первого слоя нанести второй, тоже подождать 5-6 минут, приезжать на 1 час, сохнет 1 сутки. Очень похоже на момент клей. Единственное, очень, ну, по сравнению с моментом клеем, жидкий. Ой-ё. Ой-ёй. Залепил чуть-чуть. Благо, снимается легко. Пока не высох. Так, 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 много не надо. И еще снутри. Ну, прошли сутки. Сейчас снимем, посмотрим, что получилось. Проклеилось-то хорошо, но вот, видите, сместилось немножко на миллиметр. Придется чуть-чуть перетачивать. Ну, перетачивать точно так же, как и до этого перетачивал наждачной бумагой. Жаль, конечно, что вот. Но эта часть хорошо склеилась. Без смещения. Снимаем оставшийся ворс. Выравниваем нижнюю часть. Смотрим на ровность. И переходим на новую насадку. Новая насадка, вот такой цилиндр алмазный. Из-за такого набора для маникюра. Он просто убирает самый мелкий ворс, который остается после наждачной бумаги. Видите, он заглаживает. После всего переходим на вот такую вот насадку. Это просто ровный цилиндр полированный. И вместо деревянного или из кости приспособления, в общем, мы просто набор машинки убираем. Точнее, заглаживаем все неровности. Вот, смотрите, я здесь уже сделал. Не до конца, конечно, но вот начал. Вот они сливаются уже с кожей. Начинает блестеть. Размечаем шов. Определенно заданным расстоянием от края. Аккуратненько. Можно не с первого раза. Не обязательно с первого раза. Размечаем. Поэтому нам надо торец иметь очень ровный, чтобы... Не ошибиться. Чтобы ровный получился. И пришить ей. В общем, смысл понятен, я думаю. А то разговариваю я здесь ошибусь. Я уже здесь натвердел отверстие. Приготовил под шитье. Сейчас покажу, как я это сделал. После того, как циркули прошлись. Уже углубление видно все. Выбираем те проходники, которые нужны нам для шва. Вот это я сразу говорю. Из набора китайского, который я покупал. Не подходит для этой кожи. Это подойдет для более тонкой. Потому что никаких следов вообще не оставляет. Или перетачивать надо зубцы. А вот это вообще идеальная штука. Пробивает на ура. Но, чтобы начать. Начинаем всегда с того края, который острый. Тогда шов будет совпадать с двух сторон. Если мы начнем с этой стороны. Мы просто, даже если нам кажется, что ровно, все равно промахнемся. Потому что зубцы-то одинаковые. Ну, более-менее. А наш глаз все равно может ошибиться. Это 100%. Потому что, поэтому всегда начинать надо с острого угла. Ну, по крайней мере, я так делаю. Так, не сразу нажимаем. Главное в эту линию упасть. На обратном пути колесико можно сделать глубже. Вот. Прямо точно у меня попало. Видите, вот. Если видно. Вот на угол. Дело на глаз, но повезло. Теперь на обратном пути. Делаем чуть глубже. И попадаем в те же самые углубления. Вот. Теперь обратно, вперед. И уже он глубже уходит. Еще больше. Все. Вот отверстие наше. То же самое с этого края. Тоже в этот начало ставим колесико наше. Так, проходимся. Вот так. Вот здесь 0,3. У меня угол выше. На 0,3. Видите, вот здесь разница. Здесь попалось точно. А здесь чуть-чуть выше. Видите, глаз соживается. Чуть-чуть, но... И потому что кожа растягивается. Здесь, знаете, если ровная какая-то площадка была бы. Не так было бы. А вот кожа растягивается, она... Вот сейчас уже попадает. Так, достаточно. И с этого... Нет, лучше с этого. Примеряем, потому что здесь может быть расстояние разное. Нет, нам повезло. У нас выпадает идеально. Но если даже не попадало, то пришлось бы вручную вот этот здесь вот шов размечать. Так, здесь затрем. Вот оно. Теперь что я делаю? Что делают другие? Либо сверлят тонким сверлом там 0... От одного там... Ну, от 0,8. Смотря какая нитка. От 0,8 до, ну, полтора. 1,6. 1,7. Я не так делаю. Я беру вот такую вот алмазную шарошку. Она, видите, конусом идет. Здесь в начале 0 с чем-то. 0, не знаю, не замерял. Давайте я замерю. Может, даже миллиметр есть. На кончике. 0,87. Ну, 0,9, короче. Доходит у меня шов примерно вот до суда. Где-то вот, видите, где черное у меня заканчивается. Ну, здесь черное полетет. 0,3, 0,5. Вот примерно столько у меня идет. Вот здесь 0,5. Вот 0,3, 0,5. Тьфу, 0,3. 1,5 и 1,3. От 0,8 до 0,9 до 0, ой, блин, до 1,5. Заговариваюсь уже. Так. Включаю. Сверлю я только на половину шва. Ну, вот видите, вот. Половина шва. Вот здесь примеряюсь. Это один шов, так и один первый. Здесь у меня есть тоже пройденная циркулем разметка. Примерно вот она здесь у меня должна быть. Примерно. Сейчас мне надо попасть в нее отсюда. Сейчас скорость прибавлю. Теперь увеличиваю. Теперь каждый шов делаю точно так же. Стараясь отсюда просверлить, вывести отсюда на эту линию, чтобы вы... А, здесь тоже надо пройти, если я не прошелся, видите. Забываю. Здесь тоже надо колесиком пройти, чтобы попадать в эти углубления. Теперь нам надо вот в это углубление упасть отсюда. Можно даже сделать отсюда заход небольшой. Я отсюда, например, так делал. С двух сторон заходы. Иначе мог промахнуться. Вот так просто контролируя, никогда мимо отверстия не сделаешь. Все. Опять отсюда. Вот там чувствуешь, кожа там мнется, чувствуешь, как она идет. Ну, в принципе, понятен, думаю. Так. Дальше покажу сейчас сразу. Посмотрите. Вот здесь вот прорезает канавкорезами. Или какими-то специальными инструментами. Я просто надрезаю от одного отверстия до другого той же шарошкой. Вот видите. А от одного отверстия до другого. Я не делаю это заранее, потому что я могу промахнуться. А здесь отверстие просто как в детской игре, знаете, чтобы обвести контур. И рисунок получается. Потом беру вот такое вот приспособление. И просто затираю. И вот то, что у нас ворс поднялся, он опускается вниз. И очень гладко получается, очень красиво, ровненько. После этого, после этого, беру, выбираю шило. Шило выбираю. Так, давайте вот это выберем. И просто-напросто расширяю отверстия. Чтобы вот то, что у нас ворс поднялся, ушел вовнутрь. Тоже примеряю отсюда. Смотри, какие идеальные отверстия получаются. Не надо полностью вытаскивать отсюда, потому что здесь сильно большие получатся. Отсюда сделали, перевернули, сделали отсюда расширение. Он цилиндрический, да, оно цилиндрическое шило. И получается очень ровное отверстие. Вот и все. Зачистил, приклеил. Сейчас вот просверленные отверстия пробиваю. С другой стороны, чтобы нить не застревала нигде. Хочу показать, как я иглы здесь, точнее, нитку на эту иглу креплю. Я не вдеваю, а просто приклеиваю суперклеем. Вот, наношу суперклей. Не продеваю ее, как другие. И размер примерно по контуру, вот так ниткой замеряю. И примерно 7 оборотов. На толстую, где-то, ну, 3 слоя кожи примерно. 7 оборотов. И на тонкую 6 оборотов. Ну, примерно. Начинаю всегда вот с этой части. Вот с этого угла. Так. Надо, чтобы нитка пополам была. Это важно, потому что где-то может не хватить, где-то лишнее будет. Всегда начиная с одной стороны шить. Обычно, ну, вот эту лицевую буду считать. Чуть-чуть. До этого, вот эти, которые из набора иголки, я две штуки уже поломал. Одну заменил на другую. Вот это минус китайских товаров. Ну, они, по-моему, для такой толстой кожи не предназначены. Так. Вот сверху нитка. Так буду шить. Сверху нитка. Вперед нитки. Засовываю иголку. Здесь нужны плоские губцы. Теперь затягиваю, но не сильно. Опять лицевой. Опять наверх. Точнее, вот здесь наверх. Так, опять вперед этой нитки. Переворачиваю. Вытаскиваю иглу. Проверяю. Подтягиваю. Сначала с одной стороны подтягиваю, чтобы шов был одинаковым. Потом с другой стороны подтягиваю, если необходимо. И опять еще раз покажу. Наверх. Вперед нити. Почему вперед нити? Потому что, вот видите, толкает иголка нитку обратно. Чтобы этого не было. Чуть-чуть ее, как бы, назад ее тяну. А иголку пропихаю вперед. Тогда ее не выталкивает. Не дождался, пока клей подсохнет. Оторвался. Надо хотя бы немножко подождать. Сейчас то же самое прошью. Точно так же. Тоже затяжка такая. На такую же глубину. То же самое с этой стороны. Если необходимо, затягиваем. Как закончить шитье? Один из способов. Можно вот так вот продеть иголку. Деть сюда. Затянуть узелок. И все. Оба конца можно сделать одинаково. Можно сделать, что обе нитки, где-то на уголке, например, здесь, завязать в узел, например, с внутренней стороны. И узел чуть расширить вот это здесь отверстие. И узел туда впихнуть. И клеем просто капнуть. И просто узелок внутрь будет. Здесь будет не видно. Здесь будет ровно. Прошил я 7 оборотов на 2 нити. Здесь даже 3 нити есть в одном месте, чтобы здесь больше нагрузка распределялась. Здесь на одну нить прошел. Не очень красиво. Надо будет еще повторно пройтись. Потому что отверстия слишком большие. И нитка очень тонкая для этих отверстий. И она плоская. Тот способ, который я показывал, самый хороший, это для круглых нитей. У меня нить плоская. Даже через чур. Но для круглых самый раз. Или два раза проходить. Два раза проходить просто труднее. Иголка сложнее проходит во второй раз. Ну, прошил. Вот так вот. Сейчас завяжу узелок. А здесь прошил второй раз. Ну вот. Для сравнения. Две нитки и одна нить. Сейчас, конечно, очень сложно ее шить. Игла не проходит. Я предварительно шилом прошелся. Когда выдергиваю, склеины тоже часто расходятся. Потому что я здесь предварительно всю нить сделал воском. А здесь кончик надо не делать воском. Просто оставлять. Тогда клеится лучше. А я, видите, как сразу воском все сделал. А клей не воспринимает. Воск плохо клеит. Вот на ошибках учится. Мелочь, конечно. Но неприятно, когда постоянно... Но зато так удобно. Здесь меньше площадь, контакта. И выдергается легче. Я сильно не затягиваю. Так, чтобы нить туда не пошла. Вовнутрь. Так, чуть-чуть. Чуть-чуть. Она сама садится. Вот. Ну и так далее. Все это. Все-таки без вкладыша не получается склеить обе части. Поэтому взял подкладочную кожу. И вот вырезал. Просто-напросто. Сейчас буду вырезать и клеить на клей. Совмещать обе половинки. Между ними будет этот третий. Хочешь, не хочешь, но приходится делать это. Иначе не помещается просто нож. Для тонкого ножа две части подходят. И еще, знаете, что минус, что есть возможность, что действительно прорежет шов. Ну, это навряд ли. Ну, чтобы человек был спокоен, все-таки сделаю проставку. Так, стараюсь теперь приклеить вот эту проставку сразу на обе части. Здесь главное не ошибиться, не промахнуться. Так, теперь вторую. Плотненько. Так, клеит хорошо собака, блин. Вот там, где не надо. Это очень крепкие прищепки стальные. Стальные. Можно взять канцелярские. Еще, знаете, здесь специфический картон. Картон кофрированный. И плюс еще сверху, снизу наклеенный от упаковки от чего-то там. От детского питания, по-моему. Ну, без разницы. Главное, чтобы картон. А то, если просто гофрированный используют, то кожа все-таки оставляет следы на коже. А если вот так вот наклеить, то уже меньше вероятность. Сложно было вот это сместить, поэтому не снимал. Вот так на две руки смогли это все вроде одинаково свести. Как видите, здесь вот эта прищепка еще двойная у меня. Здесь и здесь. Для надежности. Вот так и нужно у меня получается. Здесь очень большой припуск оставлял, как вы помните. Можно оставить меньше. Но решил не рисковать. Побольше оставил. Сейчас, через сутки продолжим. Обработаем края. Разметим, где будет шов. И будем шить. Снял прищепки. Удалил накладки. Вот такие ножны получаются. Форма сохранилась. Теперь надо обточить края. Обтачиваю на гриндере. Лентами Мирка. Они по дереву, по рогу. И кожу снимают неплохо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Ну и так далее. Также вытергиваем. Этот щелчок просто соскакивает у меня. Плоски глупцы. Всегда пугают, думаю опять поломался ушко. Здесь пропустил, но подтянем. Благо как надо села. Вот нормально. Опять наверх. Ищем иголку вторую. Нашли. Опять назад. Предположим у нас отверстия. Предположу, отверстия у нас поменьше. Опять нить подтягиваем. Место иголки шило. И так, чтобы вперед вот так шило. На бок. Не назад, чтобы нить не вытянуть. А на бок, чтобы не зацепило. Теперь должно, например идти полегче. Пальцами смог. Дальше вталкиваем плоскогубцами. Обратно. Сейчас. Обратно два пальца. Круговыми движениями. Сейчас. Из-за камеры не вижу, что делаю. Так. Потихонечку, потихонечку. Потихонечку. Что здесь узелки не завязались. Так. Теперь обратно вниз. Вытягиваем вниз. Подтягиваем шов. Шов сел. Переворачиваем на лицевую. На лицевую тоже сел. Все. Теперь шов. Чтобы здесь у меня окончательно сел. Беру такое приспособление, как рог. И просто вот здесь у меня как бы затираю его. Шов ложится плашмя. Потом я еще буду делать это все. Но просто пока вот шью. Чтобы видно было, что я сделал. Из шва, который ушел внутрь. Вот как бы он становится различимым. И различимым очень хорошо. Потому что, ну, вроде нить не трогает. Нить нить. Она внутри. Шов внутри. С этой стороны тоже. И вроде видно то, что прошито. Здесь пыль. Не пыль, а воск. Воск. Липнет пыль. И все это смешивается вместе. Забивает нить. Вот такой шов получается. Хочешь, не хочешь, он ложится ровно. Единственное, что бы я не сделал изначально, я бы не проходил алмазным диском по второму разу. Один раз вполне достаточно. Второй раз он сильно углубляет. Если бы одну нить, ну, одну нить я шил, то пропал бы полностью вот эта вся работа, весь труд. Хорошо на две шью более-менее смотрится. Ну, собственно, вот закончил шить. Многие показывают, как начинают, но немногие показывают, как заканчивают. И вот, смотри, решил показать. Делаю шов назад и в этом вклеиваю концы. Просто отрезаю стык и вклеиваю. Еще иногда делаю узелки. Вот здесь узелок сделал. Здесь твердый необходимо обязательно. А здесь можно просто в торец срезать и вклеем вклеить. Вклеить. Так. Сейчас большая иголка проблемно будет вытащить. Так. Если это пролезет, то хорошо. Так. Хорошо. Здесь затягиваем потуже, чтобы на одном уровне примерно оставалось. Так. Обратно шилом. Немножечко. Главное, чтобы не порвать вот здесь. Здесь более тонкая иголка. Так что, думаю, проблем не будет. Нет. Так, какая-то веревочка, какая-то ниточка, вот она, все, подтянули ее, все, теперь из того же набора китайского ножницы, очень хорошие, кстати, ножницы именно для ниток, я думал это по коже сначала, думал несуразные какие-то, а для ниток идеальные, кстати, здесь я 7 раз отмерял, но вот смотрите, седьмой раз был лишним, еще осталось вот столько, но это столько на затяжку уходит от 5 до 7 сантиметров с каждого края, а вот седьмой, ну седьмая обводка уже лишняя была, но зато уверен был я, не было у меня никаких проблем и это тоже использую потом, потому что здесь двойная нить, так что куда-нибудь вот такие места пришить, вполне, так, отлично, так, теперь суперклей, немножко, немножко суперклей, не надо заливать здесь, потому что плямба такая будет, не нужно никому, здесь много вышло, так, пока клей еще такой, жидкий, просто засовываем обратно в конец, здесь уже места нет, с этой стороны тоже самое, теперь просто затираем, есть, здесь менее изящно получилось, но здесь надо почистить, чуть больше клей видите как, благо вощеные нитки себя не впитает много, все-таки при тряске выпадает, поэтому я решил это сделать, здесь еще небольшой шов подошью, чтобы в натяг был вот это место, чтобы крепилось, чтобы садился крепко, шил, уже, конечно, лучше, чем было, но все равно выпадает, мне не очень нравится, я понимаю примерно причину, почему это сделано, просто, наверное, скорее всего, слишком много слоев я намотал на клинок, боясь, что затронет его, из-за этого чуть-чуть, где-то на миллиметр, наверное, два, поэтому заново буду формовать уже на голый клинок и рукоять, теплая вода, беру немножко, вообще, кто чем, короче, разводит для, ну, чтобы твердые стали нужны, я немножко клея ПВА добавляю, немножко, вот на столько воды, сейчас размешаю клей, у меня густой, много не надо, зачем они нужны, столько потом липнуть будет, просто от этого клея дубеют ножны, форма сохраняется, много, если сделать, то не дубеет, а пленкой покрывается, ну, дубеет и пленкой покрывается, у меня пленка ни к чему, вода чуть-чуть горячая, если честно, для ножен, сварится здесь, получится у меня суп, а не ножны, еще столько же здесь воды много, все, так, подожду, пока остынет где-то вода и замочу ножны, ну, все, вода остыла, вот такой получился кисель, целиком ножны, заодно и торцы пропитается клеем, забурлила кожа моя, о, она нагрелась, так еще тепленькая, еще, еще, джакузи, давай, вполне достаточно, то, что она впитала кожа, лишь бы клинок ничего не стал, у меня потом переделывать трудно будет, так, теперь обжимаем, сохраняем эту линию прямой, чтобы не было потом волны у меня, ну, можно на паузу поставить, как видите, я здесь уже торцы обработал, сейчас хочу показать, как я это сделал, взял, некоторые мажут здесь обойным клеем каким-то там, ну, там, КМЦ, например, некоторые, вот, втирают тот же клей, который, которым клеили сами ножны, а кто-то вот суперклеем проливает торцы, тогда, когда проливаешь суперклеем, ножны становятся крепче, намного крепче, так, но я не оставляю, вот, так, пролито, конечно, я это все срезаю, сейчас покажу, почему срезаю, потому что ворс, то, который висел в воздухе, он закрепляется, получается, какими-то бугорками, и эти бугорки надо убрать, алмазные, сейчас покрываю тебе вот этим воском который был в наборе китайском не знаю какой это воск ну как мне подсказывать карнаукский воск не знаю правда не правда никогда подобное не держал в руках ну хорошо он полирует я вот посмотрел по коже и это высохший крем специально для кожи покупал когда покрывал куртку кожаную потом эти остатки остались и забыл про них но они очень хорошо помогает полировать войлок покрываю воском и отлично полирует конечно это долго но и торцы заодно этим приспособлением из рога натираем торец точно также здесь сразу видите блеск появляется как финиш у меня ничего не нашлось и ничего не надо мне в принципе очень хорошее средство это от 0 до 0 5 как микрон алмазная паста не знаю что они добавляют на чем они ее смешивают но очень хороший финиш получается для кожи получается блеск и жирное такое как жирное жирноватый такой для же кожи же необходим жир чтобы она блестела и всякие вот если какие-то попадаются загрязнения она снимает вот здесь видите пятно это от воска вот она это воски снимет торец и вот блеск вам еще забыл отметить что я вот здесь швы тоже прошелся и можно сейчас полностью растереть то что мы питали сюда те какие-то неровности которые могут быть самый раз убрать сейчас потому что это уже финал наших ножен то что у нас пропиталась клеем пва сделала ножны более крепкими форма держится не только за счет того что в торце мы заклеили пропитали клеем но и то что сами ножны виде уже форма осталась какая была единственное смотрите вот почему нас вот так вот да чуть они слабые получились здесь вот смотрите не по оси рукоять на самом вот видите здесь имеет искривление за счет этого чтобы она сюда села необходимо вот такой зазор вот он здесь зазора такого особо нету большого можно здесь поставить латунную латунный штифт который так зажмет она будет очень туго выходить но знаете вот здесь зажал даже немножко зажал вот уже очень туго выходит и очень туго садится единственное оно может как бы ну вот очень когда необходимо быстро вытащить нож задерживать движение так она падает но ведь вот это в общем на решение заказчика что он захочет захочет можно поставить но мне принципе это нету буду самостоятельно и и отдельно делать на на из латони вот здесь можно поставить одну можно и две поставить вот так тогда вообще не открою да и останется на все здесь одно точно можно поставить с этого края а так ножны практически готовы выйду на свежий воздух это уже завтра уже ночь и покажу что получилось я обещал показать толщину кожи толщина шва 10 миллиметров толщина этой кожи три с половиной три с половиной три с это семь остается прокладочная кожи была у меня три миллиметра и обещал показать сколько иголок ну вот раз два три четыре пять ломается ушки 6 из того же набора китайского уже на подходе как видите ну нашел такие иголку одну более-менее хорошие вот такие иголки не знаю что за фирма просто отдельные иголки продавались вот они более-менее держатся да я совсем забыл отметить что это мои вторые кожаные ножны которые я шью первые кожаные ножны я шил где-то лет в 10-12 наверно и с тех пор я особо ножны не шил делал какие-то металлические накладки на ножнах делал еще с помощью а да принципе я на индейский нож шил но там просто шнурком такой толстой нитью можно тоже зашить его считать но вот именно такие классические сэндвич ножны еще первый раз не знаю как получилось решать вам и конечно заказчику а сейчас на свежий воздух а